Добрый день! Добрый день! Знаете, мне даже трудно начать говорить. Даже не знаю. Сейчас стояла я в таком присутствии, что хочу начать даже вообще не с проповедей. Я молилась вот внутри себя и думала, Господи, как я хочу гореть. Меня Галочка спросила, вот мы будем поститься, о чем мы будем молиться? Вы знаете, уже несколько дней я молюсь только об одном. Об огне. Огне Духа Святого. Мы должны с вами молиться об огне Духа Святого. Все, что нам не достает, это огонь. И вы знаете, сейчас вот я молилась, стояла по капелям. Я говорю, я хочу выйти сюда. И вообще, чтобы никто меня не видел. Просто вот факел и все, горит огонь. И знаете, что я услышала? Мы как-то не задумывались с вами, когда мы читаем Библию и читаем о том, что Моисей подошел к терновому кусту горящему. Почему к терновому? Почему огонь сошел на терновый куст? Разве там не было поприличнее ничего? Ну, на маслину бы сошел. Ну, сошел бы на какой-то другой. Вы же знаете, что такое терновник? Что это? Фактически, наказание, да? Это смысл грехопадения человечества. Сказано, терные волчцы. Земля породит. И вдруг Бог выбирает терновый куст, чтобы говорить с Моисеем. Вас это не удивляет? Меня тоже не удивляло. Я как-то это принимала и принимала. А сейчас я услышала. Терновый куст — это фактически образ человечества. Ничего Бог не делает просто так. Он показал, что на это вот человечество, которое во грехе, да, но если сошел Дух Святой, мы все, понимаете, несовершенно, мы все. Но если сошел Огонь Духа Святого, если Огонь Духа Святого на этом терновом кусте, вокруг Него место свято. Почему Огонь освящает все Огонь? Огонь Духа Святого. Вы знаете, почему Иисусу Христу одели терновый венец? Фактически мы венчали Его грехом Своим. Это символ греха. Вы знаете, что некоторые церкви по сей день символ греха венчают Иисуса терновым венцом своего непослушания. Но мне так хочется, чтобы на нашей церкви был вот такой венец. На Иисусе Христе. Потому что Он глава церкви. Хочется, чтобы на Нем была вот такая корона. А это что значит? Послушание наше. Это наше послушание. Это наша покорность Ему. Понимаете? Огонь сойдет. Как Он сошел на апостола? Они стали терновым кустом. Вот это все, каждый человек, это веточки одного куста. И когда они пришли в это единство, в это послушание, в эту покорность, огонь сошел на них. И мы с вами веточки этого тернового куста. Если мы хотим, чтобы огонь сошел на нас, давайте войдем в единство, в послушание, в покорность. И будем призывать огонь Божий. На них сошла сила в чем? Все обращают внимание на то, что сошли огненные языки. Это якобы языки. Иные. Выясните, что это вообще не так. Это проявление было. А языки — это сила. Это сошел Дух Святой в огнях, в огоньках, и каждому дал силу. Что сказал Иисус? Он сказал, примите силу. Не сказал, примите языки. Примите силу. А у людей сложилось, что это языки. Так там, да, употреблено слово, язык, то есть язык пламени. Это иносказательно. Но проявился уже, проявился Дух Святой в дарах. Когда сходит сила в огне, тогда человек являет Бога. Тогда, когда загорится церковь, сюда придут, посмотрят, что тут горит. Придут посмотреть на этот терновый куст. К апостолам тянулись, потому что на них была сила. Был огонь. Не горели. Если мы не загоримся, никого не спасем. Спасает все-таки огонь. Идут к огню. Понимаете? Все, что мы будем молиться и поститься, просить огня. Огня Духа Святого. Пусть сойдет на нас. Не бойтесь гореть. Лучше гореть и сгореть в огне Божьем, чем тлеть всю свою жизнь. Еле тепленькие. Протлел всю жизнь. Я предпочитаю гореть, сгореть и осветить и зажечь многих. Аминь. Кто желает того, давайте вступим вот так в этот пост. С этими молитвами будем просить огня. Да, может быть, огонь выжгет всю нечистоту, да пусть выжигает. Что, мы будем бояться этого? Нет. Этот огонь, который не сжигает, он зажигает тебя любовью. Он горит из тебя любовью. Но тебе он вреда никак не может причинить. Потому что это Дух Святой. Это наш Господь. Я вас благословляю на эту молитву. Благословляю вас на этот пост. С завтрашнего дня начинаем. Ну а сейчас я перейду к слову. Оно немножечко другое, но все о Господе. О нашем возлюбленном Господе. Вы знаете, еще немножко добавлю. Сегодня утром я молилась. И знаете, мой дух просто проговорил. Я не хочу, чтобы моя церковь любила Господа. Я хочу, чтобы она была влюбленная в Бога. Я мечтаю об этом. Чтобы вы в Него влюбились. Чтобы вы не просто любили. А чтобы это была семья влюбленных. Вы знаете, что такое влюбленный? На что он пойдет? Только для того, чтобы быть рядом с тем, в кого он влюблен. Так что, мечта моя, чтобы мы были влюблены в Господа. Итак, мы перейдем к слову. Первое Иоанна 1, 9, 10. Здесь говорится так. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым и Слова Его нет в нас. Вы знаете, я хочу поговорить о праведности Бога. Сказано, что Он, будучи праведен. Вы знаете, что праведность Бога можно рассматривать и рассматривать. Она такое обширное понятие. Но я сейчас хочу поговорить о праведности в том, что то, что Бог говорит, оно так и является. Если Бог что-то сказал, и мы прочитали в Писании, оно так есть. Праведность заключается в том, что Ему можно доверять. Он никогда не подведет, никогда не передумает, никогда не усомниться. Его да, это уже абсолютно. Его нет тоже абсолютно. Вы помните, как учил нас Иисус, да? Он хотел, чтобы мы были подобны Ему, по образу жили Его. И Он сказал, да будет ваше да, да, нет, нет. Остальное от лукавого, вы понимаете? Если вы не можете поверить друг к другу, если вы убедились в том, что человек неверный, говорит и не исполняет, ему невозможно поверить, ты усомнился, он говорит, а ты думаешь, а будет так или нет? Он неправедный. Уже это признак, что он неправеден. Праведник Ему можно всегда верить. Не надо даже перепроверять. Если он сказал, все, я доверяю, потому что он праведник. Праведность начинается с вашего слова, данного и исполненного. Когда вы можете человеку верить. Ну, мало ли что случилось, что он не смог исполнить, а так? То есть праведник это человек своего слова. И начинается даже с того, что если он дал слово Богу, что буду служить тебе доброй совести, он будет служить доброй совести. И это тоже праведность. Это тоже праведность. И вот праведность Бога, она абсолютна. Когда Бог сказал через Сына Своего, что Он все грехи мира взял на Себя, значит, так есть. Если Он сказал, что через Иисуса Христа мы все искуплены от греха, значит, так и есть. Если Он сказал, кто будет веровать и креститься, спасен будет, так и есть. Потому что Бог праведен. Мы можем Ему верить, Он праведен. Все, что надо, это покаяние. Петр говорит, я прочитаю вам Деяние 2,38. Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Как хорошо сказано. Некоторые думают, а кто Его знает, простил или нет? Потому что они знают Бога. Если ты покаялся, Бог праведный. Он сказал, и так и есть. К римлянам говорится 8,34. Кто осуждает? Христос, Иисус, умер, но и воскрес. Он и одеснует Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто осуждает? Тех, кто покаялся. Тех, которые приняли спасение. Кто осмеливается осуждать того, кого оправдал Бог. Господь, знаете, какие слова сказал? Как евреям записано 8,12. Потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. И так, когда Бог прощает, Он никогда не возвращается к тому, что простил. И за что простил, Бог никогда к этому больше не возвращается. Человек умеет одно и то же, одно и то же просить прощения у Бога, одно и то же. Зачем? Если ты один раз покаешься, искренне. Бог все вычеркнул, забыл. А ты опять, и опять, и опять. Напоминаешь, Бог, не забудь, я вот это сделал, да? Бог провиден. Он сказал, Он простил, Он забыл. Он стер. Если ты покаялся, признав свою вину. Но я слышу, что у народа Божьего бывает такое, что они все время сами себе напоминают, что им кто-то напоминает все время о том, что они когда-то сделали. Есть такая личность дьявола. Он любит напоминать. Он копается в грязном и достает, а помнишь, ты сделал, а помнишь, ты сделал, а... Если Он будет держать тебя в обвинении, ты никогда не пойдешь дальше. Это ловушка. Он ловит так. И когда Он тебя поймал в обвинении, ты чувствуешь себя обвиненным, ты ходишь в этом обвинении, тебе уже не до того, чтобы возрастать духи. Ты чувствуешь себя обвиненным, и ты постоянно поднимаешься, и ты не можешь не забывайте, Бог праведен. Он сказал, кто будет каяться? Кто исповедует свои грехи? Все, прошел. Кто обвиняет, Бог спрашивает. Мы знаем эту личность, кто обвиняет. Но мы не должны слушать эту личность. Мы не должны допускать даже тени сомнения. Потому что этой тенью мы очерняем Господа. Он праведен. Он праведен. Он сказал, Он сделал. Обвинитель. Это Сатана. А Бог — наше оправдание. Что сказано об Иисусе Христе? Он сидит, объяснуя, с правой стороны Отца. Кто сидит с правой стороны Отца? Наше оправдание. Наше оправдание сидит по правой руке Отца. И все время оправдывает. Надо только единственное что. Уметь признать свое вино. Вы знаете, когда каждый из нас прощен? Когда еще не совершил греха? Знаете, когда Он нас простил? Даже когда мы еще не родились? Он уже нас простил. Он простил нас еще тогда, когда еще мир не был создан. Он уже тогда на кресте нас всех простил. Он потом только совершил. То есть еще до сотворения совершения тобою греха Он уже тебя простил. И уже омыл тебя кровь. Он ждет только, чтобы ты признал. Чтобы ты пришел и принял оправдание. Вот так прощает наш Господь. Вы знаете, я слушала одного служителя Божьего. Не помню как он рассказывал, что когда он хотел жениться, вернее, уже собирался жениться, он принял себе такое как бы, даже не знаю, как правило. Он сказал, я буду прощать мою жену уже сейчас, прощаюсь за все, что она сделает не так. То есть он уже взял жену себе, простив все ее следующие там мелочи, что будут допущены. И он уже жил в этом прощении. Понимаете, как это замечательно, когда Иисус нас простил и мы уже живем в прощении. Но все, что надо, не наглеть. А признавать свои ошибки. Зная, что Бог хочет нас прощать, но мы должны жить правильно тоже. Бога не надо умолять, умолять, прости, ой, пожалуйста, умоляю, прости. Бог хочет прости. Он кровь пролил за это. Он жизнь за это отдал, чтобы простить. Он очень хочет, чтобы ты понял, что ты сделал неправильно. Он очень хочет, чтобы совесть твоя тебя обличила для твоего же спасения, потому что действие спасения действует тогда, когда ты каешься, когда ты осознаешь свои неправды. Вот тогда действует сила прощения. А то прощение есть, а не может на тебя влиять, действовать, потому что ты не принимаешь своим упорством. Но Господь нас так полюбил, еще мы не родились, Он нас так любит, так любил, что отдал Сына Своего. Мы еще может быть сделаем ошибки много пока живем. Но вы христиане уже прощены. Нам нужно будет только приходить брать это прощение через покаяние. Мне очень нравятся эти золотые строчки у Иоанна написаны. 3, 16, 17. Когда-то по молодости мы учили эту золотую строчку наизусть, что я вам всем тоже желаю. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это золотые строчки, которые надо помнить всегда. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Вот в чем праведность Бога и любовь. Он Сына послал не для того, чтобы судить. Суд будет в самом конце. Но Иисус пришел, это как любовь Отца, чтобы прощение принести. Когда Он взял грехи всего мира на Себя, Он взял все совершенные грехи, которые были совершены в Ветхом Завете, во время Его жизни на земле, и до конца. Вот что имеется в виду мира, когда мир создался и мир закончился. Вот грехи всего мира, от начала его создания сотворения до конца мира. Бог взял на Себя, чтобы нас прощать. Так что уже давным-давно все прощено. Надо только признавать, надо только принимать, получить удостоверение, что ты прощен. И вы знаете, что такое удостоверение? Это Дух Святой. Удостоверение это Дух Святой. Дух Святой, Он свидетельствует Духу нашему. что мы прощены. И не только прощены, но еще и дети. Он принес нам не только что мы простили, но еще и усыновление. Об этом ходатайствует Дух Святой всегда, что мы сыны Бога. Помните, как блудный сын? Он был сын. Но он ушел в этот мир, он потерял сыновство. Он грешил в этом мире, и когда возвращался, он не собирался чувствовать себя сыном. Он шел в глубочайшем покаянии. Он хотел только хотя бы быть слугой, рабом в доме в доме своего отца. Но отец принял его как сына. Он не сделал его рабом. Он не сделал. Он сделал его сыном, отдал ему перстень. Вот это Дух Святой. Когда мы приходим к Иисусу, Он не хочет нас сделать рабами. Потому что вы когда-то грешили, отошли от меня, теперь будьте рабами. Нет. Он дал нам Дух Усыновления, перстень. Перстень, который имеют только дети Бога. Этот символ, понимаете, Дух Святой, что мы дети Бога. Все, кто имеют Духа Святого, дети Бога. И запомните, нас Господь принимает опять в сыновство. Как хорошо сказал Павел Кремлина 8, 15, 16. Потому что вы не приняли Духа рабства, как хорошо сказано, чтобы опять жить в страхе. Если бы пришел сын, блудный сын к отцу и стал только рабом, он бы всегда имел страх, вдруг Папа выгонит. Вдруг я ошибусь и Папа меня уберет. Не простил до конца. Нет, он получил сыновство. И Павел говорит об этом, что опять же страхи не дадо, но мы приняли Духа усыновления, которым взываем Абвы Отчи, те, которые не имеют этого Духа усыновления, как они могут сказать Отец? И все самые, то есть Дух вот этот свидетельствует, Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот так мы должны жить, как дети Божьи. Удовстоверитесь, что вы дети Божьи. Это истина, Бог праведен. все, что Он сказал, так и делает. И не надо колебаться своим умом и думать, что ну я же так согрешил. Вы знаете, есть еще одна опасность, когда человек сам себя не может простить. Бог простил, а ты не можешь себя простить. И сам себя же обвиняешь. И каждый раз сам себя же обвиняешь. Это знаете, что такое? Вы никогда наверное не задумывались, что это скрытая гордость. Из-за скрытой гордости человек не может сам себя простить. Вы думаете, что это кротость, это смирение, ничего подобного. Это признаки гордости. Ты не можешь быть униженным, когда я так сделал. Ты не можешь сам себя простить, что ты так себя опозорил и унизил. это не покаяние. Покаяние, когда ты сокрушаешься и признаешь, да, я это сделал, Боже, прости меня. А когда ты сам себя не прощаешь, ты сам в своих глазах не хочешь быть униженным. Понимаете, мои дорогие, но и в этом праведность Бога мы должны всегда помнить, покорять свою гордость, признавать уметь свои ошибки, нужно уметь признаваться пред Богом, сказано даже друг перед другом признавайтесь. Говорите друг другу, если ошиблись, извини брат, извини сестра, что я наделал? Неправильно себя вел, неправильно сказал, обидел тебя. Это праведность. Мы можем сделать такую глупость, ошибку где-то. Это праведность. Подходите друг к другу, а к Богу тем более. И не позволяйте жить в обвинении, не позволяйте себе жить в обвинении. Сделали что-то не так, бегите к Богу. Освобождайтесь, очищайтесь. Потому что если вы позволили себе жить в обвинении, тем более если покаялись, значит этим самым вы участвуете в клевете дьявола. Значит получается, что Бог не правите, не простил вас, вы опять остались обвиненными. Нет, мои дорогие, не позволяйте, не позволяйте, не принимайте никакой клеветы. Еще раз говорю, есть только одно условие, если покаялись. Я не говорю, что мы должны сами себя прощать, сами себя оправдывать, свои поступки оправдывать, нет. Я говорю о покаянии, если вы покаялись, значит принимайте и живите свободно. Помните, что вам Бог дал Духа Святого, перстень. Он вас принял в свою семью, а вы не чужие, родные Богу. Вообще понимаете, родные Богу, Божья семья, как это велико. Вы знаете, что Павел тоже признал свою вину. Ведь он хорошо был виноват. Вы только представьте, что он створил, как он гнал христиан, когда не понимал. Сажал их в тюрьмы, смотрел, как над ними издеваются, даже участвовал. И даже некоторых убил. Он это сам потом говорит. И как он себя называет? Извергом. Первое Коринфянам 15, 8, 9. Он говорит, что ко всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божья. не описывает как. Но он сумел простить себя. Он понял, что Иисус его простил, и он сумел простить себя. Он не ходил в непрощении. Ой, что я делал, я так виноват, и все, и живет в этом. Нет, он жил в благодати. Да, он понимал, что он сделал, но сделал. Но за него Иисус умер. Он омыт, очищен, прощен. И он даже в благодати жил. Благодушенствую говорил. Вот как надо уметь простить себя тоже. И не быть обманутым. Понимаете? Нужно продолжать двигаться. Споткнулся, упал, иди дальше. Попкайся, иди дальше. Единственное, что не прощается. Нет такого, чтобы Бог не простил греха человеческого. Ну, нету. И если ты думаешь, ну, я же так согрешил, где идет прощение? Были и такие у меня знакомые, которые говорили, ну, как я согрешил, у меня нет прощения. Бог меня не простит. Бог не может такое простить. Простите мне кровь Христа. Что может не омыть кровь Христа? Нет такого греха, которого кровь Христа не омыла. Только одно условие сказано самим Богом. Хула на Духа Святого. Это единственное, что никогда не простится. Матфея 12, 31-32. Посему говорю вам. Всякий грех, понимаете, всякий грех прощается, но хула на человека простится. А хула на Духа не простится. Если кто скажет Слово на Сына Человеческого, потом покается, простится ему. есть и же кто скажет на Духа Святого. Не простится ему ни в всем веке, ни в будущем. Это единственное, что никогда не простится. Не потому, что кровь не может омыть, может, но не простится. Почему? Но мы земли взяты, полные греха. Ладно, нас похулилили, Бог простит. Иисус Христос вышел написано из чрева Отца. А Дух Святой из сердца. Тот, кто похулил Духа Святого, похулил сердце Отца. Это не прощается. Почему? Потому что Дух Святой даже не подойдет к тебе за покаяние. Поймите, если вас внутри есть желание покаяться, это уже знаете, что значит? Что Дух Святой вас зовет. Это уже значит, что любовь Бога вас там нашла. Это уже значит, что Он тебя простил и хочет просить, давай только подойди. У Иоанна 6, 44, записано, как Иисус сказал, Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день. Никто не может прийти, если не привлечет Его Отец. Отец привлекает Духом Святым. Когда у вас есть побуждение, покаяться, когда у вас совесть вас обличает, это Дух Святой работает. Это Дух Святой вас призывает. Это уже залог чего? Прощения, что вы будете прощены, потому что вас призывает Господь. Но тогда, когда похулят Духа Святого, никто не призовет вас. Никто человек становится уже мертвецом. Понимаете? А так, Дух Святой влечет. Вы знаете, мне это что напоминает? Если мама наказала ребенка, ну, папа, неважно, поставили в угол. И мудрый отец потихонечку подошел к сыну, допустим, и ему объяснил его ошибку. И сказал, теперь идем к маме и попроси прощения. Вот так делает Дух Святой. Ты натворил что-то, стоишь в углу. в своих наказаниях. И подходит добрый Дух Святой и говорит, ты натворил, пошли, покаемся. Пошли. Все равно простят тебя, потому что любят. Родители любят. И наш Отец нас любит. Только пошли, покаемся. Потому что если ты не скажешь, прости меня, будешь еще стоять. пока не осознаешь своей вины. И это любовь нашего Господа. Это его праведность. Он праведен в своем слове. Он сказал, что так возлюбил. Вот это любовь, наша надежда. Он сказал, что простит, когда ты покаешься. И это слова действуют. Вот сказано, если исповедуешь грехи, если исповедуешь грехи, Бог наш, будучи истинен и праведен, прощает. Поэтому не живите в непрощении. Друг друга, что надо прощать, это сто процентов. Но и себя прощайте. Если покаялись, а если не покаялись, бегите. Бегите к Нему, покайтесь. Он ждет. Он ждет вас. Так что мы должны двигаться вперед, двигаться к Высшему. Враг хочет нас держать своим непокаянием или же обвинением. Не слушайте. Не слушайте. Идите к Свету. Идите кого-нибудь. Я вас благодарю. субтитры